Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, в Disco Elysium. У нас вроде как четверг сейчас. Ну-ка. Я думаю, что четверг. Я потерялся в днях. Да, у нас задание за четверг. Это говорит о том, что у нас сейчас четверг. Задание у нас просто тьма тьмущая. Спойте караоке, узнайте всю правду о реальности. Это, кстати, даже не знать. Джойс не только богатый, но и согласна ответить на ваши вопросы. Поспрашивать. Надо будет, кстати, реально. Собрался к Джойс пойти, надо будет сходить. Кто позвонил? Даже если у вас нет никаких очевидных зацепок, продолжайте искать звонившего. Это может потребоваться времени. Миночку. Кто-то позвонил в игре и сообщил о повешенном. Кстати! Реально же кто-то вызвал полицию. Судя по всему, между участком 41 и 57 шло какое-то бессмысленное соревнование. Спросите Ким об этом, когда закончите первичный осмотр тела. Ким? Да. Расскажи мне еще раз о деле. Думаю, тебе следует, я ничего не помню. Хочу поговорить о тебе. Я заметил, что ты за мной. Хе-хе. Ну-ка. Расскажи о себе какую-нибудь тайну. А ты... Расскажи о себе какую-нибудь тайну. Эээ... Двигается... Двигает бровью, чуть прищурив один глаз. Нет. Эээ... Как бы да. Бровь... Эээ... Психотронно того управляет. Хе-хе-хе. Тебя сковала. А... Что со мной происходит? Что-то не так, детектив? У него просто зашкаливает авторитет. Одно движение брови, и ты полностью в его власти. Так, а сделать-то я с этим что могу? Ничего. Молись, чтобы он не злоупотреблял авторитетом. Колоссальным. Ммм... Безучастность и Найт смиренно подчиниться. Эмм... Будь лейтенант злодеем. Кто знает, чтобы он мог учинить. А ты разгаришь сам с собой? Вы о чем? Ну, когда думаешь, у тебя бывают такие... Такие типы диалога с собственным мозгом. Понятия не имею, о чем вы. Навык концептуализации у лейтенанта явно эээ... Рудиментирован. Рудиментарен. А... А как ты тогда, ну... То есть, твой мозг не влезает... То есть, твой мозг никогда не влезает с советами предупреждения всяким... Таким? Нет, не влезает. Когда нужно подумать, я использую блокнот. Лейтенант извлекает свою знакомую мнимотехнику А6 и бездумно перебирает страницы. Но каждого свой жанр, он предпочитает письменный. Но ты одновременно сверхосознанный и психоделичный. Чтобы коснуться своей нервной системы, тебе не нужны констовары. Ты особенный. Ам... Ты не похож на других людей в округе. Ну, ладушки. Ам... Ладно, я пока... Ещё раз одели. О! Мы осмотрели место преступления. Теперь я хочу побольше узнать опомянутой тобой... Вот! Вот этот диалог! Суперски! Ха! Да что тут говорить? Идиотизм. Какого рода идиотизм? Эээ... Полицейский. Участки не могут разобраться... Не могут разобраться. Равен, чего является мартинность? Джемрака или грузового порта? Наш он или ваш? Будто части города нам принадлежат. Типичная гопническая логика. Поэтому мы позволили профсоюзу изображать тут народную... Эээ... Пародию на силу и правопорядка. На силу и правопорядка. Ну и теперь все это перешло к логичному разрешению. Вот! Это все тянется с первого дня. И мне просто нужно было быть повнимательнее. Вот почему нас здесь двое. Почему я представитель одного участка. Он представитель другого. И поэтому мы работаем вместе. Ну еще потому что я облажался. Ну наш персонаж. Но это уже другое дело. Хорошо. А то есть противостояние идет на то, кто правит Мартинезом? Ну в каком-то роде. Спор не столько о том, кто будет наводить порядок в Мартинезе. Сколько о том, кто должен. Это непрекаянный район. Думаю на пульте. Рассказали о повешенном обоим нашим участком. В 57 был полный фурор. Скажу я вам. Говорили мол наконец-то пора решать. Объявляется дуэль участков. Но он передвигается. Заверяю вас. Дело тут не в том, что я самый лучший или крутейший коп. Раскрывший 102 дело. Просто я наименее заинтересованный. В мерении собственно достоинств. Меня прислали как самого крутого копа нашего участка. А его прислали как самого крутого копа из их участка. Хо-хо-хо-хо. Это все становится очень интересно. То есть он сам вызвался представить 57 участок. Но не из соревновательного духа. А наоборот. Именно потому что он самый, грубо говоря, хладнокровный сейчас в этом деле. Возможно. А мы взялись тогда за это дело просто чтобы забить себя работой. Где-то в недрах твоего разума висит темно-зеленая доска. На ней две колонки раскрыты дела и убита. То есть ты вызвался участвовать, чтобы сорвать соревнования. Почему-то я думал, что ты раскрыл его 104 дела. А чем Мартинес такой особенный? Интересно, что это говорит обо мне. Ну то, что мой участок послал именно меня. Кстати, да. Ммм. Он поднимает бровь. Лучше сам скажи. Просто все это часть великого замысла. Я исключительно эксцентричный коп. Но если я не ошибаюсь, это отре. Даже по моим меркам. Меня послали преподать тебе урок. Вижу только один вариант. Я идеальная машина. Ибо за азией с ним афгур. Да, да, да. Ты только не пугайся, но я подозреваю, что у меня есть паранатуральные способности. Я, наверное, дофига народу перебил. Я умолчу. Почему меня отправили? Эмм. Вот. Вот это вот, я думаю. Да, ну. Его бровь приподнимается еще выше. Хе-хе. Я прибываю на место преступления за три дня. Упиваюсь до беспамятства. Потом перепрогружаюсь в эту реальность. И с нуля смотрю на дело с угла столь извилистого, что даже неведомо... Что выдаю невиданные результаты. Невероятные по меркам не только криминалистического, но и выше человеческого разума. Проехали, я перебрал. Хотите узнать о соревновании что-то еще? Или... Если нет, пойдемте. А... Так, погоди, закрыть глаза. Ряды бесконечные. Найти сорок первый участок. Эээ... Жан Викмар. Жудит Мино. Эээ... Эээ... Вне... Внештатный консультант. Как бишь... Его... Эээ... Ниже ряды тают зеленым ничто. То есть, ты вызвался участвовать, чтобы сорвать соперничество? Да. Я без ты же ломаю кайф, лейтенант. Явно доволен. Ха-ха-ха. Красавчик. Поэтому я думаю, что... Эээ... Почему-то я думаю, что ты раскрыл его... А, почему-то я думаю, что ты раскрыл 104 дело. Ну, формально отвечает лейтенант. Чуть застенчиво. Убийство с самоубийством нередко записывают как два дела. Эээ... Популярна бухгалтерская хитрость, помогающая раздуть показатель участка. То есть, ты все-таки хороший коп. А почему 102 это просто жалко? Эээ... То есть, все-таки хороший коп. Для этого дела сойду. Я приехал не соревноваться, а потому что это долг. Мои коллеги, особенно сержанты, устроили бы тут цирк. Чем Мартинез такой особенный? Мартинез ничем. Обычная лужица в конце сливной трубы. Район никого не волнует. Это спортивный интерес. Большинство наших коллег даже не знают, как сюда добраться. Ээ... Всего, что к северу от развязки, не существует. Тебя охватывает трепет. Еще одно следствие алкогольной интоксикации? Дрожь, будто ты лист на ветру. Далеко под турбин... Эээ... 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 Почему 41 участок меня послал? Погоди. Ничего. Эээ... Эээ... Восемьдесят три процента, но, блин, я перестрахуюсь. Ха. Эээ... Эээ... Взгляни на себя, это потому что ты полное ничтожество. Тебя обслали, чтобы оскорбить 57 участок. Эээ... Мммм... Ммм... Это логичнее других моих всяких мыслей. Сам подумай, ты запойный алкоголик, явившийся отдела с трехдневным опозданием и обоссовым диско-костюме. тебе явно не за победой послали ким а что если участок послали мне потому что я лошара типа смеха ради я об этом думал серьезно отвечает он то есть так она есть это было бы с их стороны отвратительно по-человечески и просто непрофессионально но вообще я думаю что это маловероятно почему это я проверял их архив конфликт юрисдикций чей мартинез тянется с 30-х он ровесник моего участка и все это время мы не можем разобраться чей же мартинез да думаю оба участка хотели бы выиграть я что похоже надежный вариант надежный нет но вы не молоды и чего-то добились что-то вам в этом помогло мы только начали работать вместе так что я пока не знаю что именно но она есть спасибо так что нет не думаю что вас послали смеха ради а если до их ждет сюрприз он прав убедительных гипотез нет но это просто паранойя покрую покрутил эту мысль и теперь отпусти классно это реально классно мы просто взяли и закрыли задание которое мы могли закрыть еще в первый же день нет не в первый когда мы когда мы тушку отсняли во второй день найти орудие убийства так хорошо узнать всю правду о реальности вот кто-то позвонил участок да хорошо помиритесь с куна вы пытались ударить куна но все закончилось полным правом теперь вам придется с ним помириться чтобы он поделился с вами информацией предложить ему что-нибудь что он поможет ему что может ему понравиться секреты книжку человек из хим книжку человек из химделя книжку погоди в танцах есть странные двери никто не знает куда они ведут найдите вход потайной коридор окей это мы знаем куна соврал опять на куну у нас все переходит перезвоните алисе на следующий день чтобы получить информацию владельцы брони это у нас так до сих пор и висит и татуировки спросите кого-нибудь чтобы узнать значить татуировки найдите рабочее оружие окей на ботинки к сожалению мы это профукали наверное постирайте грязную куртку черт я забыл про куртку а где и мог постирать и камон блин вот и камон это вообще что-то страшное мнение передайте андре мнение сон и по поводу ночного клуба понял так далорес д очень любила фигурки она слушает большего однажды предложить это лорес д и фигурки однажды встретили личного может вы должны будете отдать и все что у вас есть довольно странно задание которые вы сами себе придумали ну что ж теперь так а хорошо дела пропавшего насекомых разберитесь почему ловушки это опять у нас куна все сводится курильщик утверждает что воскресный друг ушел на прогулку вдоль побережья это мы еще пойдем на ту сторону поднимитесь наверх и постучитесь номер три чтобы поговорить с вероятно пострадавший от рук да да это нам нужно сделать резчица костей все ладно ты санны и нафиг мир передавали тебе привет не верю слово вежливость им вообще не знакомо кажется тебя очень уважают они никогда не станут черепами но мне голос становится мягче глубоко внутри они глубоко внутри они такие хорошие так черепа это глупо что вы вообще пытаетесь что вообще пытаетесь добиться она бросает на тебя заговорческий взгляд затем прижимает палец губами коситься на небо как будто селится услышать что-то вдалеке ты заметил заметил тишину если прислушаться время от времени можно услышать звуки выстрелов джемроки но не в мартинезе никаких выстрелов никаких сирен люди просто изнывают от скуки и довольны и довольство собой это место подобно могиле но мы раз к раскрасим его красным заставим бурлить благодаря тебе здесь звучат сирены а так может это просто солидарность черепов я тебя обманул так думай не тебя боятся хватит об этом хорошо и еще разочек вот этот муж черепа может это про солидарность черепов да это все приходит приводит к одному и тому же диалогу хорошо в любом случае спасибо так здорово что прошвырнулись по заданиями свяжили минуточку книга 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 какая мне там книга нужна была тут мы вроде все сделали да тут нам больше делать нечего сейчас мы сходим наверное на причал а потом еще раз надо наведаться в книжной и еще нам нужно будет в ломбард дофига куда нужно будет а еще книга которую мы кстати с вами погодите мы же нашли в прошло в конце прошлой серии книгу как она называлась 16 дней холодного апреля а нам какая книга нужна нет тут не тут вот здесь дорогу дурак от роду так да куртку на дитя орудие убийства узнаете где остальные части брони объяснений возьмите из пансибилити на себя курильщик утверждает номер три погодите нет дела насекомых возможно этот этот это нет исследуйте идите коридор помиритесь с куна вот книга человек из хендель а человек из хендель а начать зайти в книжный и посмотреть если там такая книга и могу ли ее купить вообще насчет продажи я не знаю стоит ли мне что-то продавать или нет потому что есть много вещей которые мне уже пригодились и я боюсь какие-то вещи случайно пропустить давайте к джойс подойдем и в пяточку вам удалось найти его вот это да она изучает протянутую тобой синюю пластиковую карточку читает быстрое движение внимательных глаз как электронный принтер она запоминает номер твоего удостоверения черт ладно хорошо а за что я получил очки опыта ладно женщина даете удостоверение приятно с вами познакомиться лейтенант дважды фрейтер дебуа я рада что за дело взялась профессионально дело взялся профессионал ситуация у нас тут плачевная так за старение тебе на руках шлепается водоросли и пахнут рыбой чем я могу вам помочь лейтенант ну-ка еще раз рассказать про татуировки у меня больше нет вопросов я поговорил с эвраром обсудим ваш транспорт вы на яхте нет до свидания расскажите мне палец чем заниматься же таким подробнее забастовки порту поговорим про самосуду мне еще остались вопрос по поводу этой реальности вот вот где это закопано то 42 процента и 3 процента шансы очень низкие значит спасибо уйти давайте 5 и попробуем ломануть триггер на 42 процента почему-то о а что насчет отчипенцев ворот это вы их туда отправили отчипенцев она приподнимает бровь иметь ввиду толпы жители джемрака которые пришли умолять дать им работу в то время как просто из работы работаете кто отказывается не да и сама ответить на этот вопрос нет я имел ввиду отчипенцев штрих штрих брехерами это ведь вы отправили их туда отлично ваш вопрос да их прислали из wild pines наши подрядчики нашли их джемроки и привезли сюда это стандартная практика компании справа заниматься персонал нанимать персонала своей станции я услышал все да конечно берет термос другую руку я могу чем еще помочь так ухо уходим еще раз сохраняемся потому что этого диалога у нас не было хотел бы видео но сейчас не а не прокручивается у меня почему-то значит подробнее забастовки сменим тему и вот теперь прокручивается хорошо про реальность полицейская волна есть доступ к базе данных 42 ну блин можем попробовать есть получилось в шести километрах на юго-запад собачьей долине младший офицер чат тилбрук целится в черного бешеного пса что зализывает раны лежа на траве слева от офицера его напарник эмиль молинс он шепчет слышал что случилось текила санцет в мартинезе такие вот он совсем голову потерял отвечает тилбрук и держа палец на спуском крючке не переживай миль он плавно очень плавно нажимает на крючок найдет как и всегда что такое вы в офицер ргм решительно против стана ревашольская гражданская милиция точнисима хорошо что а что такое ревашольская гражданская милиция де-факто не знаю что иное как правоохранительный орган преследования после революционного ревашоль детектив до вступает в разговор лейтенант показывая рука сначала на тебя потом на себя ревашольская гражданская милиция это мы это сарказм искали де-факто да это означает что не де юра ргм действует в рамках того что по поэтически называют сумерка международной законодательности действует по расширению по распоряжению к сожалению и к сожалению коллекционного про коалиционного правительства ты о чем полномочия ргм определены в законе о торговле и условиях чрезвычайным положением закона материальных поддержки и законе путника эти три нормативные акта позволяют поддерживать в городе будем называть это своими именами политику невмешательства выгодны для иностранного капитала то те кто несут службу ли те на поднимать взгляд своих заметок должны быть хорошо осведомлены об этих трех законах по короче про слово капитала я просто раб иностранных та-та-та-та-та-та просто один из хороших парней я буду просто избегать этой темы следующий вопрос вот так вот в вашей роли нет ничего простого детектива это правда что ргм поддержит порядок который нравится нашим казалось бы временным правителям она наклоняется вперед однако с другой стороны я знаю этих людей я имею с ними дело каждый день и вот что еще вам скажу уважаемые вам не очень вам не очень-то рады но почему первые 10 лет после революции стали для коалиционного правительства катастрофы в двадцатые годы в ревошоле царил настоящий ад особенно на западном берегу реки бандитские разборки бездарные схемы приватизации поломки ядерного реактора эту новую эту зону назвали международной потому что ни один город не хотел брать ответственность за нее ргм удалось восстановить мир там где коалиция не справилась инициатива верных подданных она улыбается они никогда вам этого не простят вы немного утрируете вступает разговор лейтенант на самом деле наше взаимодействие с правительством можно назвать взаимовыгодным жители поддерживают мир и порядок в ревошоле а коалиция ни о чем не беспокоится он откажется простить что перебил прошу с продолжать и конечно ведь она позвольте в заключение добавить что меня для меня ответ на вопрос кто вы полиция единственный законный правоохранитель органа в ревошоле спасибо так и если представили представители этого органа добилась до того что не могут вспомнить даже фундаментальных понятий реальности что же я всегда готова помочь она улыбается и слегка кивает черт концептуале концептуализация 6 низкие шансы это офигеть просто расскажите еще раз про ргм де-факт не что она как правоохранительные органы детектив да 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 хорошо ну что ж да все понятно у нас остался один триггер на три процента это слишком это невозможно но хорошо то есть часть того что здесь происходит мы с вами все-таки узнали так помириться с куны узнаете реальность джойс не только так мне нужно пройти последний триггер и он нужен на концептуальность на концептуализацию ценителям творчества или погодите на что на что там был этот последний триггер просто чтобы понимать на что мы копим дача побери вопросы да это на концептуализацию на концептуализацию получается она мне вообще не прокачана сейчас есть пять базовая от интеллекта бонус от мысли 1 и того 6 но сюда очков я в принципе не вкидывал никаких хорошо учтем это я так думаю что где-то если и два или три очка сюда закинуть концептуализацию то должно быть довольно неплохо хорошо опять идемте в книжный черт я опять забыл какая книжка нужна что что помириться с куну человеке с хендель а вот точно человеке с хендель а даже точно тут где-то было тут было очень много книжек я чувствую что я больше не смогу ничего вытащить из куна у меня на нем завязано три или четыре задания поэтому он нам явно нужен хорошо идем к витринам ухты еще хендель серия книг человек из хендель и полка битком набита потрепанными книжками махи ну-ка 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 посмотреть книги на полке серия книг от бесчисленных рядов книг про хендель и ребят глазах ты читаешь заголовок человек из хендель оседлавший мамонта человек из хендель а возвращение в хендель и воплощение солипизма человек из хендель а сколько же их может сотня человек из хендель и мудрые на краю света и лже бог выживание выжженная земля хельминские колонии короче да дофига это все болевой порог пробуем отлично ты вздрагиваешь от резкой боли в затылке начинаешь дергать начинает дергаться глаз а это еще что ты протягиваешь руку книги глянцевой обложки на которой изображен мускулистый человек из хенделя в цепях он стоит на коленях у подножия лестница ведущих трону на троне восседает женщина ну-ка человек из хендель а тро и трон разделяет костер образ отбрасывающий на стену тени теперь головного убора женщины теперь головного убора женщины головного убора как пара демонических рыбов видимо головной убор женщины хорошо заголовок гласит человек из хемделя и дева лица любопытно человек из хемделя и дева лица за 9 ты еще хендель на целый горы книг масштабовая у хендель героически жалкая футболка роя ни в кое сравнение идет с оригиналом уйти f5 это у нас единственное место с хендалем я хочу купить игру сюзерене кстати это дорого viral настольная игра viral блин я теперь понял к чему это все я честно просто забыл что это все здесь было елки-палки это мы мне получается эти деньги нужны так тут у нас я хочу купить и книгу про дико малина то есть про шерлока холмса нет не хочу ну-ка заинтересовала книга величайший светоч нет не заинтересовала пока что тут все или не все просмотреть тут триггеров никаких не было уголю попытно уйти хорошо а тут ладно хорошо у нас есть игры по хорошему мне обе эти игры нужно бы купить но я сейчас возьму книгу вот блин 9 черта мы не договоримся о скидках там например всякое такое если я хочу купить книгу какие книги хорошо еха у вас есть вы хотите знать какие книги вы хоть знаете какие книги продаете она фиркает по правде сказать не особо большую часть товара приносит сестра уверена что все написано хорошим языком это высоко художественная проза но книжки фэнтези ничем полезному в жизни учат разве хозяйка магазин не должна следить за своим товаром что же по ну-ка вот так вот я занимаюсь продажей вот что важно про книги пока книги покупать меня это устраивает она взмахивает свою сторону костя в свою сторону костя рука что же по вашему учит полезному истина доступна всякому кто знает искать чтобы понять нужно распахнуть свой разум она загадочно кивает всем понятно свидание черт ладно и в 5 я надеюсь что это та книга до свидания человек из хемделя я хотел я хочу купить обе настольные игры но это дорого я хочу купить это дорого так хорошо книга взаимодействие край страницы измусолены и засалены у источника у истории конфронтации девалицы человек из хемделя было много читателей посмотреть на обратную сторону обложки описание сказано человек из хемделя возвращается чтобы пережить самое захватывающие причины своей жизни он попадает загадочные джунгли дикари каннибалы захватывает в плен его единственного выше товарища благодаря благородного тирбальда человек из хемделя отправляется на поиски но попадает засаду и оказывается в плену у племени воительницы вопрос его препровождают в древнюю крепость облачного города в котором единственный единолично правит порочная королева сможет ли человек из хемделя избежать злоучасти и разыскать пропавшего друга пора пролистать книгу ты открываешь книгу на случайной странице человек из хемделя орудия своим своим своем своими свои хендерами вам то нелогично что типа цвайхендер это двуручник то есть он двумя двуручниками у него четыре руки он горо что за фигня так ладно прорубать сквозь полчища темнокожих дикарей на его лице застыло выражение мрачной решимости но его руки растихавший воздух как крылья младенца покрыты кровью врагов поле битвы покрыты изрубленными телами тебя это трогает это настоящий дух ревошоля не будем делать поспешных выводов ярость берсерка плещется в его небес на голубых глазах пока он добывает честь и славу для своего давно потерянного племени хендельцев из поселения хендель белоснежный гигант рычит как полярный медведь и ветра и ветры котлы повторять его имя еще еще джеки схем далее сидит верхом на золотистом грифоне его сверкающие грива развивается на ветру за спиной у всадника оба своих эндера он отправляется на войну одолеет ли он всех своих врагов одолеет ли он самого себя вперед стальные мускулы человек из хендель облестит а человека из хендель облестят от влажного воздуха джунгли но это не под он медитирует и душа его уносится в ледяные северные земли которые он зовет домом офигеть же про меня ты читаешь человек из хендель поднимает взгляд его глаза блестят си синего озер родной земли он редко говорит на сейчас его голос гулка отражается от стен сумрачного тронного зала не пытайся высосать мое мужское естество порочная искусительница и как это сейчас фигово прозвучало до сын хендель и никогда не поддаст на твои греховные уловки почему это это звучит не как не как книга как кое-что другое не сломят заклинание твоими твои мои чистые мои чистоты и силы воли братья хендель а стоят выше слабости плоти ибо она не порочные ибо она порочная ненадежно но я был закален кровью в битвах королева лидия на лишь низкой сладострастно рассмеялась и отвечала у меня тебя у меня на тебя грандиозные планы человек из хендель она указывает своей дьявольской рукой наряды и зелья и мази сперва ты доставишь мне удовольствие затем пойдешь мои войска против свирепых каннибалов ни один мускул мускул не дрогнул на лице человека из хендель она в душе его бушевала буря попираются все его священные принципы я надеялся станет лучше на текст повторяет сам себя и ужасен что ты вообще понимаешь литературе ты хоть одну книжку в жизни прочитал прошу прощения но уж в критическом анализе я разбирать и в искусстве напишу диссертат человек из хенделя с тобой закончил отложить книгу ладно куна этот почитать не хочешь слушай дружище я тут те кое-что принес но все-таки нужно поговорить мелкий ты тебе саму наверное это тупостью кажется может кому-то из твоих знакомых куна блин не читает он быстро бросает взгляд на чертовы книги тебе тебе только мозги крутят куна знает одного очкастого урода который постоянно за книга сидит никак от этого гана оторваться не может смотреть тошно куна может подзаработать на его тяги ты о чем это куна дал куна знакомый один кричит в сторону забором мартин он не отсюда а то ли из град а то ли еще из какой-то жопой миссир малец не знает никого из град сдается мне что это он тот самый мартин ну понятно что он берет для себя но при этом придумывает оправдание что это для знакомого все мы это знаем вот если я скажу вот так его отпугнул так тебе нужна эта книга так не теперь не хватает эмпатии ладно ладно жирные куна у тебя и заберет хоть под заработает на этом дерьме немного он жадно выхватывает у тебя книгу ну что тебе нужно она пофиг так теперь он с нами разговаривает эмпатия ты где у бонус от предметов бонус от мысли блин у нас по минус 2 как нехорошо то вышло погоди а какой предмет не дает минус эмпатию техника энциклопедия визуальный анализ минус эмпатию давай вот так вот сделаем есть шмотка на плюс эмпатию погодите концептуализация кстати у меня есть на концептуализацию бронька у нас давала болевой пороге сила воли что нам пока что не надо одна драма то сейчас прозвучало логика минус эмпатия 1 риторию у меня все на минус эмпатию до два логика минус один восприятие то у нас лыжная шапка от фаун сумрак джемрак концептуализация грубая сила костюм нет костюм не нужен мне нужно так дождевик внушение концептуализация драма электрохимия давай пока одену майку на драму и теперь я могу вкинуть еще одну эмпатию до принять опять принятие 5 это случай ничего не знаешь о пропавший пропавший саранче не акуна пофиг на насекомых так он знает что саранча это насекомые о спаде кажется девочка в отчаянии я же не я же говорила тебе что это от стоящие заткнись к теперь тебя заберут в тюрьму для для отстойников погодить никто не отстойный просто объясни что произошло все отрицай куна тебе нужен адвокат он отказывается говорить без адвоката собака ты от стоящий где-то где-то тоже было нет ли эту связи с найт сити городом ярости не не хочу говорить пацанова во всяком от стоящие но это не отстойно послушай тут есть подлинное напряжение город ярости так вот на эмпатию 3 процента это при том что я в нее вкачался немножечко опрометчиво с моей стороны было хорошо хорошо я понял тут явно что то есть может он спрятал их где-нибудь неподалеку о каком-нибудь тайнике я поговорил с маньяной про броню вот и что она приподнимает бровь всем своим видом выражая безразличие он сказал что ты обещал пустить на него мусоров он просил тебя поблагодарить ему совсем не хотелось гонять за этой броней так он теперь он сказал что ты король всего джемрака он попросил тебя поблагодарить вот ну ладно вот такой куна щедрый да он выглядит слегка смущенным ну что погонят я куна растряствует толстую задницу слушай мусор серьезным и делаем то он говорит он куна отправил тебя приструнить кое каких лохов куна тебя развел но мы это можем оставить в прошлом хорошая мысль да давай оставим это в прошлом а куна так и сказал не говори куна то что он сам уже сказал он приподнимает руки фигли ты повторяешь за куна если ты хочешь после всего этого говна здесь торчает то расскажи куна что-нибудь интересное легендарно 14 я никогда не узнаю что с ним творится просто я хочу еще раз поговорить с тобой о теле так а чё с ним вернемся позже так у меня есть еще вопрос по поводу места преступления ясно я нашел твою лачугу ты нашел тайный ход кунов тайную лачугу куна он был закрыт 5000 лет ты как блин туда пробрался отодвинул листы произвел фазовый сдвиг сквозь извечнит прежде чем мы продолжим разговор дэка обсудим твой прошлые слова ты сказал что это просто извечнит которому забыли это ложь произвел фазовый сдвиг да ты да пошел ты такого не бывает так не бывает куна он тебя снова под не умеет мусора переноситься телепортироваться не умеют говорит он сам себе потом поворачивается ну и как тебе там мусорян у кого у куна там много крутотени а что это за тема со свиной головой нашел тарелку с останками порошка тебе известно в этом что-нибудь что за магнолам ну-ка чё за голова на это он выковыривает грязь под ногтям куна любят отрубать свиньям головы это только дмк нас мусорой течение татата темка типа как у музыканта крутая свинная башка мне понравилось у меня такая же есть только она говно так дмк как у музыканта а куна выступает snap радио что блин прям в эфире и бошки им отфигачивает он зловеще указывает на лачугу куна убийца копов хорошо остатки и порошка с неё куна получает ежедневный запас скорости своих и дышку на там сцепление выжимает на ты бы тоже не прочь выжить сцеплением такой ты старый такой усталый но мог бы снова зажечь в глазах огонек что за магнолам это витамины ты чё вообще ничего не знаешь он смотрит на тебя так будто ты только что указал на солнце и спросил что такое это маг магни верно он родимый чтобы быть на коне без этой фигни не обойтись куна по почухи в день хавает обожает магния тебе то а тебе в его бочку не учи его куна он использует это против тебя куна я все знаю про магни постоянно его ем слушай но это же просто магни не приписываем волшебных свойств он выпучивает на тебя глаза ты не догоняешь мусор полностью лечит отходняк будто ты ничем не закидывался будто играл дома сбить пошел в мусор не ешь магний так что если я знаю что к магнию каждый день он обычно тебя глаза ты не догоняешь ясно я услышал достаточно давай снова поговорим твои лачуги да нет там уже тоже все ладно так слыхал магний вот что тебе нужно такой дохлый за нехватки магния у тебя в крови опасный низкий уровень магния именно в этом беда и вовсе не в высоком содержании алкоголя вот же не знал что дело не алкоголь и не в других веществах до дружи до другие вещества да здравствует другие вещества от нехватки не как бы да все нормально у меня не надо такие мысли мне не надо так почему ловушка на самом деле оказалась пустой спросите куны но он мне ничего не сказал тварь ну то есть он мог сказать но не сказал где остальные части брони завершено ну то есть потребуйте объяснение но мне ничего не объяснил ладно ладно чёрт прошло не так хорошо как мне хотелось бы хорошо ну в смысле плохо ладно черт с тобой куна 14 часов практически может нам сейчас все таки расскажут про броню пришло время как бы нет ну-ка можно быть ломбард заскочить так взять рацию с сирией что-нибудь владельцы ботинок по-прежнему ничего понимая досадно остались еще вопросы пока все я не знаю она возможно мне уже ничего не скажет черт ладно у нас осталось 40 почти что 6 денег реалов мне нужен магнитофон чувак ты удивишься но мне нужен магнитофон желтым обозначена у нас что за два хочу купить футболку грубая сила трепет нас авторитет ну за два я возьму спасибо кстати да насчет футболки я наверное обратно оденусь в броню минус 2 авторитет возраст уже не тот прикиньте а если футболку человеке схем для ему дать стоимость 700 фонарь ой пардонте не бесит иногда прокрутить не могу так ладно фонари не смогу купить у него магнитофон вот за 12 я его куплю поздравляю с покупкой качественные воспроизводители звука на ходу он играет все что угодно и где угодно превращает любую ленту в симфоническую симфонию звуковой формы суперски а инструменты предмет катушки раньше была пленка но и кто-то уничтожил в припадке гневидима песня группы да 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 знаете согласно клейки песня была а как не чтобы проиграть записи поместите этот предмет в активный инвентарь а к поместите предмет в активный инвентарь но как бы он у меня в руке нет погодите это немножко странно пишет ряды это то-то в лохмотьях солдатики это все было вы должны вселить в людей надежду мы снова способны так ладно добро пожаловать вам барт у нас есть еще футболка из хемделя ну футболка с чуваками сказали она была выделена желтым я думаю что это тоже можно подарить куну такая футболка мне-то в принципе нафиг не нужно что мне с магнитофоном ну то есть да я его купил это теперь я хожу с музыкой пойдемте эту футболку предложим чувак у нас явно интересуется хемделем ну-ка дружище иди сюда низкие шансы на эмпатию это бесполезно дальше то есть да эмпатия данном случае нам полностью недоступна но что если мы подойдем к нему с магнитофоном нет ничего я дал ему книжку посмотрите как этот магнитофон круто выглядит ладно ребят я думаю что получается на этом мы будем заканчивать сейчас еще зайду во фрите хочу убедиться что у меня сданы все бутылки наверное потусим еще немного на этом берегу нам нужно все-таки пойти поговорить со свидетельницей а у нас немного появилась денежки могу использоваться автоматом нет девушка даже не понимаю не поднимать глаза уйти хорошо тут у нас на зафид флакон магния кстати флакон магния боевой дух это все прям реальные вещи это все прям реальные вещи которые нам там восстанавливают и хп-шки и дух продолжить красное вино комодор водку пилзнер сигареты нет мы завязали мы не пьем не курим интересно кстати с каждым новым днем у нас обновляется немножечко лут вот мы пошли спать обновился ли при этом лут мусор как там но грубо говоря и всякое такое или как мне теперь доставать деньги и еще кое-что у меня есть деньги на следующую ночевку но я уже хочу следующий раз переночевать наверное в домике за рекой ладно в любом случае давайте пока что на этом заканчивать в среднем с того что с вами в следующей серии пойдем поговорим со свидетельницей на этом все всем удачи добра бобра всем молодших всем пакетов а 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 я и а а и Субтитры подогнал «Симон»